Добрый день! Я искренне рад вас приветствовать в этом замечательном зале. Благодарен, конечно же, компании Яндекс за то, что они пригласили нас для того, чтобы сделать доклад. Но хочу вам напомнить, что сегодня у нас 9 сентября на календаре. Сегодня день рождения нашего великого соотечественника Льва Николаевича Толстого. И события его одного из самых известных романов «Война и мир» происходят недалеко от того места, где мы с вами собрались. Воздвиженка, Арбат. Все здесь буквально в шаговой доступности. Ввиду этого, вдохновленные данным произведением, мы решили и наш доклад назвать «Война или мир» и постараться ответить в рамках этого доклада на один из самых актуальных вопросов отрасли за последние много лет. И в ближайшие годы он будет все еще актуален. Кто все-таки победит в войне между онлайн и офлайн ритейлерами в нашей стране? И когда наступит таки мир взаимодействия этих двух противоборствующих в чем-то структур? И хочу подчеркнуть, что, конечно, вопрос не стоит в том, победит интернет-торговля офлайн-торговлю или нет. Этот вопрос, я думаю, для всех сидящих в этом зале уже давно является очевидным. Конечно, будущее за омниканальной торговлей, и здесь нет никаких сомнений. Но кто более эффективно сможет имплементировать онлайн-канал продаж в свою деятельность офлайн-ритейлеры, или же онлайн-ритейлеры смогут развить свои офлайн-компетенции? Вот, наверное, в чем ключевой вопрос. И на самом деле, хотим мы того или нет, но война уже началась. Точнее, она уже давно идет. Хочу привести статистику. По итогам первого полугодия было закрыто 12 тысяч магазинов. Причем это как магазины в стрит-ритейле, так и огромные молы. Закрывались десятки и сотни магазинов крупных сетей, таких как Victoria's Secret, Gap, других сетей. Но прошу не падать в обморок, я сейчас рассказываю про США. Это не в России. В России ситуация несколько отличная. По итогам прошлого года 100 наших ритейлеров, ведущих ритейлеров, которые мы ежегодно аудируем и представляем в виде рейтинга Infoline Retail Russia Top 100, покрывали уже 130 тысяч магазинов. И за прошедший год открыли 11 тысяч новых магазинов. То есть у нас такое идет противоположное движение. То есть в Америке магазины физически закрываются, а у нас открываются. И вот для того, чтобы разобраться, правильно ли делают наши ритейлеры в рамках своего развития и все ли так будет и в будущем, мы как раз в нашем догаде постараемся вам дать максимально адекватную картину. Мы занимаемся уже много лет исследованием области розничной торговли. Нашими клиентами являются и торговые сети, и поставщики, и сервисные компании. И на наших глазах многие ритейл-проекты начинали свое развитие. Многие, к сожалению, и заканчивали. Поэтому обладаем той необходимой картиной, которая позволяет анализировать отрасль максимально досконально. В нашем докладе четыре основных раздела. Я расскажу о состоянии макроэкономического положения в нашей стране. Это сейчас сильно влияет на развитие любой компании и отрасли. Далее передам слово Михаилу. Он поделится последними данными нашего проекта Inflign Retail Rush Top 100. И в заключение мы поговорим о стратегии омниканальной торговли крупнейших ритейлеров нашей страны. И поделимся неким видением, прогнозом того, что будет в ближайшем будущем. Итак, перехожу непосредственно к докладу о состоянии розничьей торговли и экономики в целом. Признаюсь, долго пытался подобрать какой-то термин, который бы емко описывал то, что происходит сейчас в экономике, в отрасли, и не смог его найти. Но на помощь мне пришли филолог и журналист, которые удачно сформулировали то, что сейчас у нас происходит. Итак. Регулярно рассказываем об экономике и приводим цифры и неудовлетворительного роста, роста, так сказать, и цен, и... Неудовлетворительного роста, я уточню, неудовлетворительного роста или падения экономики? Нет, мы говорим, если есть падение, то мы говорим о падении, если... А сейчас падение или рост? Нет, сейчас рост. Сейчас рост? Сейчас рост, да. А на чем основана вот эта гипотеза? Это не гипотеза, это данный рост стата. Сейчас у нас есть экономический рост более 1%. Поэтому это не гипотеза. Тогда объясните мне, если экономический рост, почему растут цены? Почему людям покупать вещи дороже? Яйца, автомобили, бензин? Это связано с... Я сам не экономист, я выпускник филологического факультета. Ну вот как это часто бывает, филологи не очень хорошо разбираются в экономических взаимосвязях, но при этом очень удачно формулировать термины. И вот этот термин «неудовлетворительный рост» на мой взгляд как нельзя лучше подходит к объяснению той ситуации, которая сейчас происходит у нас в экономике и в отрасли. Сейчас поясню на примерах. С одной стороны, по итогам первого полугодия 2019 года, рост розничной торговли составляет 1,7%. Это в принципе положительная динамика. Но после падения почти в 15% в 2015-2016 году, конечно, назвать это ростом язык не поворачивается. Это скорее восстановление рынка. И даже те прогнозы, которые нам дает Минэкономразвитие, этот прогноз был опубликован буквально меньше, чем две недели назад, показывают, что динамика весьма и весьма скромная, ключевого для нашей отрасли показателя динамики розничного товарооборота. Вы видите, что это фактически стагнация рынка. И даже к 2021 году мы все еще на 5% будем уступать по физическим оборотам продаж лучшему для нашей отрасли 2014 году. Если так эти данные экстраполировать дальше, то получается, что дай бог, чтобы где-то к 2024 году мы вышли на уровень 2014 года по физическим объямам продаж в нашей стране. За эти 10 лет компании активно развиваются, растут, реализуют новые проекты. И представьте, какая будет конкуренция к этому моменту по сравнению с 2014 годом, при том, что рынок принципиально за это время не сильно вырастет. Почему, к сожалению, такие нерадужные прогнозы для нашей отрасли? Но, конечно же, в первую очередь это связано с тем, что у нас не то, что не растут реальные доходы населения, они, к сожалению, падают. По итогам последних пяти лет мы потеряли уже почти 11% реальных доходов населения. И несмотря на попытки в рамках новой методики расчета этого ключевого показателя для нашей отрасли, да и экономики в целом, новой методики расчета реальных доходов населения, мы все равно по итогам первого квартала 2019 года получаем минус 2% снижения, опять-таки, реальных доходов населения. Но тут вполне очевидная реакция на рост инфляции, которая произошла на фоне, опять-таки, очевидного прироста НДС и других, соответственно, факторов. И, к сожалению, это далее как бы не внушает какого-то реального оптимизма, потому что каких-то источников для роста реальных доходов населения сейчас не наблюдается. Необходимо реализовывать некую новую экономическую модель, которая позволила бы вернуться на траекторию роста, была попытка в реализации каких-то майских указов и больших таких глобальных проектов. Но видно, что и здесь ситуация выглядит весьма и весьма нерадужно. Тогда резонно возникает вопрос, откуда же тогда рост? Все-таки я сказал, в 2019 году у нас в первом полугодии прирост, и в 2018 году был рост 2,8%. Во многом это связано, конечно же, с сменой модели поведения россиян, которые мы наблюдаем и которые мы описывали в своих исследованиях. С одной стороны, очевидно, что в период кризисных явлений население включило сберегательную модель поведения. Начиная с 2015 года идет активный рост накоплений граждан в виде депозитов в банках Российской Федерации. Сегодня население скопило уже более 28 триллионов рублей, это эквивалент розничного товарооборота за год, в виде денег, которые лежат в банках, которые, соответственно, сегодня они могли бы потратить. Но пока это все еще остается на счетах. Но при этом уже в 2019 году доля в структуре расходов населения на сбережения становится минимальной за последние 10 лет. Чуть больше 5% населения сейчас откладывает, условно говоря, на черный день. А значит, что больше денег стали тратить в магазинах, и это, соответственно, дает нам положительную динамику. Еще лучше демонстрирует это изменение кривая, показывающая задолженность населения перед банками, то есть то самое кредитование. Вы видите вот этот переломный момент в начале кризиса, 15-й год, так называемый двойной удар, когда перестали выдаваться новые кредиты, а население стало активно гасить ранее полученные кредиты, и в результате мы существенным образом недосчитывались денег в своих магазинах из-за этого. Но, начиная с конца 2018 года, мы опять начинаем бить рекорды по потребительскому кредитованию 2019 год. Продолжается этот тренд на рост, и вы видите, что население активно берет новые заимствования, тем самым тратит деньги в магазинах, и опять-таки мы получаем некий положительный прирост наших продаж. Но согласитесь, что основываться на кредитных деньгах в долгосрочной перспективе достаточно сложно, так как за кредиты рано или поздно всегда придется платить. И с одной стороны. А с другой стороны, вот это наблюдение, связанное со стагнацией реальных доходов населения и рост задолженности населения перед банками, приводит еще к не менее, скажем так, печальному тренду в развитии нашей экономики. Это расслоение населения по уровню доходов. Вот эта дифференциация показана на слайде. Вы видите, что 60% населения живет ниже черты комфортного уровня по уровню доходов. Да, и это те две трети населения, которые живут вообще без каких-либо накоплений, то есть у них деньги по принципу от зарплаты и до зарплаты. И, соответственно, они очень чувствительны к различным промо-активностям, скидкам и так далее, потому что у них нет того самого запаса финансовой подушки безопасности. И мы это, опять-таки, ощущаем в своих магазинах. В то же время наиболее обеспеченная группа населения, 10% богатых, условно говоря, они скопили по самым скромным оценкам свыше 30% всех доходов населения. И, в принципе, в целом эта группа достаточно стабильна. Эта группа достаточно стабильна и, соответственно, тоже хоть и ведет себя достаточно бережливо с точки зрения своих трат, но ведет себя совершенно по-другому. И вот это расслоение населения по уровню доходов, вот это напряжение, которое уже растет в нашем обществе, его сложно не замечать. Построили такую карту, которая показывает регионы с доходами выше среднего, это зеленая зона, да, и регионы, где доходы находятся существенно ниже среднего. И вы видите, что тут несложно заметить, северные регионы, отдаленные регионы, где уровень доходов выше среднего, но так там и уровень жизни, в смысле стоимость жизни значительно выше, чем в наших центральных регионах России или в южных регионах России. Ну, а южные регионы формируют так называемый красный пояс России, где, соответственно, традиционно уровень доходов, к сожалению, ниже среднего. И вот это расслоение населения по уровню доходов требует, конечно же, от вас сейчас очень четкого понимания своей целевой аудитории. Безусловно, очень важно сегодня иметь, да всегда было важно иметь уникальное товарное предложение, но сегодня это особенно важно, потому что разные целевые группы ведут себя абсолютно по-разному. У нас, с одной стороны, 24% населения считает, что уже пришло время для совершения крупных покупок и совершает эти крупные долгосрочные покупки. 28% населения не имеет денег для того, чтобы покупать лекарства. У нас 14% россиян в 2018 году съездило в путешествия. В этом году 22% россиян планируют съездить на отдых в 2019 году. А 70% россиян на майские праздники не смогли уехать за пределы своего города, потому что денег нет. Да, и вот абсолютно разные слои, абсолютно разное поведение формируется в этих слоях общества. И, безусловно, это важно учитывать в своей стратегии. Я сейчас передам слово уже Михаилу, который расскажет о розничной торговле и показателях ведущих ритейлеров нашей страны. Но хочу в заключение привести пример двух сетей, которые очень хорошо учитывают то, что я говорил сейчас выше. Это две сети, работающие в сегменте FMCG, торговая сеть «Вкусвилл» и «Светофор». Но я думаю, что про компанию «Вкусвилл» рассказывать нет смысла. Здесь большинство сидит жителей Москвы и прекрасно видели эти магазины, ориентированные на более-менее обеспеченные слои населения, кто заботится о своем питании, о здоровье. А «Светофор», если вы не видели, то это магазины такие а-ля «Ангар», которые работают практически без торгового оборудования, где бутылка винного напитка может стоить меньше 100 рублей при емкости 0,75. И эти две сети работают абсолютно в разных целевых аудиториях, но при этом интересно, что они развиваются очень похоже друг на друга и очень гармонично. За последние пять лет, период кризиса, который мы переживаем, и та, и другая сеть увеличилась в два раза по количеству магазинов. И та, и другая сеть сегодня — это уже тысяча магазинов по всей стране, и они одни из самых быстрорастущих. И «Вкусвилл» и «Светофор» — одни из самых быстрорастущих сетей сегодня в России. И это как раз пример того, как можно использовать данную информацию в своей стратегии и эффективно развиваться дальше, несмотря на те трудности, которые объективно нас с вами настигают. Но я закончил первую часть своего доклада, передаю слово Михаилу, который расскажет о развитии ритейла и влиянии на него розничной торговли в целом. Пожалуйста, Михаил. Да, уважаемые коллеги, действительно очень интересно. Я добавлю к тому, что сказал Иван. Действительно, тысяча магазинов там и там у «Светофора» и «Вкусвилла». Разница выручки с квадратного метра площади в 10 раз, то есть у «Вкусвилле» она в 10 раз больше, чем в «Светофоре», но при этом они очень похожи тем, что и у «Вкусвилла», и у «Светофора» магазин окупается за год или полтора. Для сравнения вспомните, сколько окупаются магазины в ваших сегментах, сколько окупаются ваши магазины по времени. Ну, наверное, в 2,5, в 2,5, в 3, а где-то и в 4 раза больше. То есть вот это вот, что значит попадать в некую уникальную. Голубой океан, ну так, как он на самом деле выглядит. Действительно, российский розничный рынок, он очень сильно изменился. То есть, если вспомнить 2015 год, это уже не радужный 13-й и, скажем так, переходный 14-й, но давайте посмотрим, насколько серьезно усилилась консолидация рынка. И хотя у нас не так изменилась картина по ведущим ритейлерам, то есть мы пока в десятке видим, в принципе, в общем-то, одни и те же знакомые всем лица, то есть одни и те же как бы компании. Но при этом произошла совершенно такая очень глубокая, очень серьезная трансформация ритейла. Потому что, с одной стороны, мы привыкли к тому, что долгое время мы говорили о том, что российский рынок, ну он какой-то еще, может быть, не очень зрелый, он, может быть, еще не очень конкурентный и так далее. Вот сейчас я могу совершенно с уверенностью сказать, что, во-первых, крупнейшие города России сейчас, в подавляющем большинстве, может быть, за редким исключением, они, как минимум, столь же конкурентные с точки зрения ритейла, как западная и восточная Европа. И совершенно точно ценовая конкуренция и уровень промо-активности, они в России более агрессивные. И это, на самом деле, амбициознейший вызов. И, в общем-то, то, как на этот вызов реагируют крупнейшие операторы, в первую очередь крупнейшие международные ритейлеры, очень видно, насколько наш рынок действительно конкурентный. Давайте посмотрим. В 2018 год Ашан и Метро демонстрируют очень серьезное падение товарооборота. Более того, если мы посмотрим на лидеров рынка, то видно, что далеко не все могут расти значимо быстрее, чем рынок в целом в денежном выражении. И вот несмотря на такую ситуацию, в условиях такой ситуации, еще на это, на все накладывается стремительная консолидация. Причем она происходит одновременно во всех сегментах, и ее драйвером являются два разных процесса. То есть процесс первый. С рынка уходят крупные международные ритейлеры, которые потеряли надежду на российском рынке начать зарабатывать деньги или на российском рынке занять значимые позиции. Здесь два очень ярких примера. Это Медиамаркт, это Караута Кеска. То есть они как раз очень много теряли денег именно на российском рынке. И с другой стороны мы видим, что огромное количество сделок происходит в региональном ритейле. Причем вот это очень тоже интересная картина. Если в 2014 году я был на съезде Союза независимых сетей, и тогда была такая вот эйфорическая история, 2013-2014 год, когда Магнит, Х5 активно предлагали сделки по продаже бизнеса, и региональные ритейлеры обсуждали что-то примерно такое. А тебе сколько предложили за твою сеть? Он говорит, 50% от оборота. То есть стоимость бизнеса 50% от оборота. Другой говорит, а мне 60% предложили. Он говорит, ну и что ты? Ну я думаю, это слишком мало. То есть это коэффициенты, которые были совершенно на уровне Магнита. Прошло 4-5 лет, федеральные сети открыли магазины во всех тех местах, где нужно, и сейчас продаж бизнеса как таковых практически нет. Передаются права аренды, что-то еще, стоимость бизнеса упала в разы. То есть это вот еще очень важный момент, почему важно, наверное, как бы все очень хорошо вовремя. И вот те ритейлеры, которые, скажем так, считали, что они в 2014 году с тем же багажом приходят в 2018 год, и что они смогут конкурировать. Это большая ошибка. Конечно, никто конкурировать уже в этом плане не может. Более того, в условиях, когда крупнейшие ритейлеры полностью замыкают цепочку создания стоимости, а что значит полная цепочка замыкает? Это значит прямой импорт, это значит собственные торговые марки, это работа с данными, потому что сейчас мы переходим все-таки в другой уровень конкуренции. Конкуренция сейчас, она зачастую не финансовая. То есть мы видим, что там, если посмотреть на самые яркие примеры успешных ритейлеров, то на самом деле они не самые, скажем так, богатые с точки зрения финансовых инвестиций в развитие, но они совершенно точно самые успешные с точки зрения понимания своей целевой ниши. Итоги первого полугодия. Опять-таки амбициознейший вызов с точки зрения роста, потому что мы видим, что опять-таки международные ритейлеры, которые у нас входят в десятку FMCG, Metro и Achan, продолжают терять продажи. Мы видим, что крупнее, что та же лента, которая впервые в первом полугодии показала убыток, и хотя это бумажный убыток, но это очень символично. Компания сказала, что мы ведем переговоры по аренде и будем вынуждены закрыть до восьми гипермаркетов, если мы не договоримся по аренде. Как это читать? Читать это очень просто. Наши магазины сейчас теряют деньги, и если мы не снизим арендную плату, мы вынуждены будем их закрыть. Когда об этом говорит лидер рынка гипермаркетов, но это очень четко показывает вообще масштабы проблемы, которые происходят в сегменте. Второй очень важный момент. Рынок бытовой техники и электроники. Действительно, он в 2018 году был фантастически успешен, но давайте посмотрим, что происходит в 2019 году. Лидер рынка, компания NVIDIA, фактически растет чуть-чуть быстрее. Буквально на один процентный пункт быстрее, чем емкость рынка. И при этом более динамичный рост покажет второй по величине игрок, компания DNS. Но что, наверное, самое интересное и что самое важное, мы сейчас видим, что если раньше было в какой-то момент очень легко расти, в 2013-2014 годы росли все, потом стало сложно расти, потому что уже по большому счету мы видим, что многие, они не растут, они теряют долю рынка. То есть доля рынка, допустим, в этом году сокращалась у Ленты, у Ашана, у Метро, у Окея, у Дикси. Если мы посмотрим отдельно Дикси, отдельно от Бристоля и Красного и Белого. То есть на самом деле большинство крупнейших ритейлеров, получается, те, кто входит в десятку, они долю рынка теряют. То есть они растут достаточно дорогой ценой, они многие инвестируют очень активно, потому что российский розничный сектор сейчас, очевидно, переинвестирован. Почему мы видим, что многие международные ритейлеры, они просто смотрят на объемы инвестиционной программы X5, там, 90 миллиардов, магнита, там, 75 миллиардов. Они понимают, что они такие деньги инвестировать не могут. Не то, что на уровне России, а зачастую у них инвестиции на уровне Европы меньше. Я уж не говорю о том, что, пример того же Ашана, за первое полугодие они отчитались о потерях полтора миллиарда евро. И значительная часть этих потерь, она связана как раз с Россией. И в этом плане тем интереснее, что у нас действительно долго, то есть у нас внутри десятки уже происходят такие интересные изменения. То есть Леруа Мерлен, ДНС активно поднимается наверх, консолидация бизнеса групп компании Мегаполис, Красная и Белая, Дикси, сформировала третьего по величине игрока. А если сравнить с оптовым оборотом, то он уже, в общем-то, сопоставим с магнитом и с Дикси. Но при этом, что интересно, действительно, по итогам 2019 года мы увидим очень интересные изменения, потому что в десятки появится впервые омниканальный ритейлер, который начинал с онлайна, Wildberries. И более того, это тот игрок, о котором я говорил, что это не игрок больших инвестиций, потому что, в общем-то, Wildberries исторически развивалась в значительной степени, в основном, на свои деньги. Первые более-менее крупные кредиты они привлекли, когда им нужно было строить свой склад. То есть, на самом деле, очень интересная картина. И вот эта фаза конкуренции, которая сейчас происходит, вот возвращаясь к тому, что говорил Иван, по поводу онлайна, оффлайна, войны и так далее, сейчас уже видно, что у России есть некий свой путь вот в этой омниканальности. И в этом своем пути мы будем очень сильно отличаться, мы уже отличаемся от того, что происходит в других странах. И сейчас я покажу несколько кейсов тех компаний, которые, на мой взгляд, очень хорошо передают как раз вот этот наш особый омниканальный путь. Первый кейс, сегмент фэшн, компания Wildberries. На что здесь можно обратить внимание? Наверное, первое, у нас появился свой Алиэкспресс. То есть, в каком плане свой Алиэкспресс? Мы первый раз получили игрока, который действительно позволяет в России дать мощный драйвер развития малому бизнесу. Из 12 тысяч поставщиков более 7 тысяч поставщиков Wildberries. Это малый и мелкий средний бизнес, по сути дела классические пэшники. Это очень круто, потому что действительно у многих была иллюзия, что в России этого малого бизнеса, который может что-то предлагать серьезного, его практически нет. И в этом плане еще один очень интересный момент, если говорить именно об их омниканальной модели, это активное и очень агрессивное развитие сети собственных пунктов выдачи. То есть, по сути дела, уже сейчас их стало 5 тысяч на 5 стран присутствия, из которых там более 90% в России. Но что показательно, вот почему я говорю об особом пути именно в омниканальной модели. Каждый год Wildberries стремительно сокращает долю заказов, которые привозят курьерами. Вот по итогам августа эта доля снизилась до 10%. То есть, 90% заказов они доставляют в свои пункты выдачи. И при этом, что характерно, более 80% они доставляют на следующий день, независимо от того, в каком регионе был заказ. То есть, вот эта вот доля, и видимо уже по итогам 2019 года, это видимо уже будет 95%. И то есть, по сути дела, компания уходит от курьерской доставки. Потому что мы говорим, что вот это узкое звено курьеры, особенно если мы говорим про фэшн-сегмент, где курьер, если приходит, он там должен оставаться зачастую, как бы на полчаса стоять, пока там это все примерили, что вернули и так далее. То есть, это вот совершенно другая как бы модель бизнеса. То есть, это та омниканальная модель, которая, по сути дела, как бы отвечает очень четко на те ключевые вызовы и ту ключевую конкуренцию, которая есть. Следующий сегмент – это компания СТД Петрович, это розничная торговля DIY. Сейчас это достаточно известный уже игрок в Москве, по сути он присутствует всего в двух регионах. Но что интересно, в целом как бы сегмент DIY. Строительные отделочные материалы – это то, что в России находится на каком-то особым счету. Вот последнее исследование говорит о том, что россияне активнее всего привлекают кредиты для чего? Для того, чтобы делать ремонт дома. То есть, в этом плане, вот эта вот любовь России к ремонту, к обустройству дома и так далее, вот она – это какой-то ответ на то, о чем говорил Иван, по поводу того, что далеко не всегда можем куда-то поехать. Да, ну давайте хотя бы занавесочку домой купим. Ну там, куда-то не уехали в отпуск, ну давайте там чуть-чуть обойки где-то переклеим и так далее. И в этом плане мы видим, что все игроки, крупнейшие ритейлеры, да, это лидеры рынка международной Икеи, Леруа Мерлен и Петрович – это крупнейший российский игрок, второй по величине ритейлер. Они отвечают именно вот в рамках вот этой омниканальной концепции. Потому что, действительно, сегмент гипермаркета, концепт гипермаркета, он на всех рынках испытывает очень серьезное давление. И в этом плане, как бы, Петрович, который изначально начинал со строительной базы, потом трансформировал свои объекты ближе к гипермаркетам, а в итоге замкнул свою экосистему на объекты, которые полностью омниканальные. То есть, действительно, в чем специфика омниканальной модели Петровича? Это то, что реализовано, когда ты можешь начать делать заказ на своем телефоне, потом переключиться в мессенджер, потом прийти в магазин, взять планшет, который там есть, и все время продолжать работать с одним заказом, далее его получить, и через 2 часа, срочная доставка в Питере, и 4 часа этот заказ уже находится дома. То есть, это полноценная омниканальная модель, которая позволяет полностью замкнуть весь цикл, вот так вот делать полную плавную шивку. И в этом плане очень интересный концепт, они реализовали в 2019 году, это концепт цифрового шоурума. То есть, что это такое? Это, по сути дела, маленькое, даже не торговое, а просто интерактивное пространство площадью менее 20 метров, в котором покупатель может посмотреть на стенах, как будет товар, который он выберет, представлен в его интерьере. И далее они сейчас будут активно этот концепт тиражировать. То есть, это очень такая живая история. Сейчас по этому пути начинают двигаться и другие ритейлеры. Первый VR-проект делает Хофф у себя, тоже пытаясь этот интерактив сделать. Но здесь вот что интересно, то есть, тоже вот специфика вот этого омни-формата, то, что он одновременно является рекламой. То есть, грубо говоря, Петрович – это все-таки гипермаркеты, строительные базы, строительные хабы, которые находятся где-то, где есть склады и так далее. А здесь это торговый центр, это шаговая доступность, это огромные потоки, и вот можно вот так вот пойти, посмотреть что-то, выбрать себе в квартире. То есть, это действительно рекламный и торговый формат. И в завершение я скажу о крупнейшем ритейлере, X5 Retail Group. Действительно, очень сложно меняться и очень сложно трансформировать бизнес-модель, когда вы являетесь лидером рынка. То есть, я, наверное, назову один успешный пример. Это пример MVideo, когда они действительно уже уверенно могут говорить о том, что мы полностью омниканальный ритейлер, и мы скорее онлайн, чем, допустим, офлайн. Но когда компания с оборотом полтора триллиона рублей говорит о том, что мы сейчас стремительно будем трансформироваться и будем становиться полноценным омниканальным игроком, это вызывает очень серьезное уважение. Перекресток, лидер формата супермаркет, крупнейший ритейлер, они начали развивать омниканальную модель не так давно. То есть, в 2017 году они запустили первый Dark Store. То есть, это вот еще один очень интересный момент, потому что всегда очень серьезный вызов. Если эффективные оффлайн форматы, они плохо работают в онлайне. Почему? Потому что, когда ты хорошо работаешь в оффлайне и накладываешь туда еще онлайн инфраструктуру, у тебя получается, что те процессы, которые выверены, они начинают где-то сбоить. И в этом плане как бы очень интересный выход, очень интересный подход реализовал как раз Перекресток, который не стал работать по классической модели, загружая слабые супермаркеты сборкой, условно говоря, онлайн заказов, а просто-напросто пошел по модели как бы Dark Store. И вот они уже открыли 4 объекта, и более того, открыли крупнейший объект Dark Store буквально недавно. И уже сейчас они смогли обеспечить показатель на уровне 2% доли выручки по 2019 году будет, а в 2020 году это 5% доли выручки. Причем это, по сути дела, всего 2 региона. Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. И плюс вот еще интересный момент, то есть на что важно обратить внимание, что вот уже в завершении скажу о том, что каждый из вот этих игроков, которых я назвал, крупнейших, они либо уже реализовали проект по маркетплейсу, то есть уже сейчас есть свой маркетплейс у Леруа Мерлен, уже есть свой маркетплейс, хотя он еще в самом начальной фазе у Перекрестка, то есть это с зоотоварами они реализовали, и с некоторыми категориями фреша, с компанией у Палыча. И также готовит свой проект Петрович. То есть в этом плане мы видим, что вот это движение общее в омниканальную модель, в эффективное использование инфраструктуры и выстраивание параллельных успешных процессов онлайн и офлайн, то есть тогда, когда не происходит вот эта каннибализация, она действительно сопровождается в том числе развитием маркетплейсов. А сейчас, для того, чтобы дальше продолжить тему омниканальности, я передаю слово Ивану. Спасибо, Михаил. Действительно очень интересные примеры и показательно, как развивается наш такой уже теперь традиционный ритейл, ритейл, крупные сети, как они активно развивают свои омниканальные проекты. И ввиду этого в заключительной части я бы хотел продемонстрировать результаты нашего анализа, которые как раз позволили сопоставить онлайн и в кавычках офлайн, потому что уже практически, конечно, этого разделения четкого нет. Итак, перед вами итоги 2018 года. Это крупнейшие онлайн-ретейлеры нашей страны. Вы видите рейтинг первая десятка. И, в принципе, про каждую компанию здесь можно делать отдельный доклад. Многие из них сидят в этом зале. Я, наверное, хотел бы обратить внимание в первую очередь на то, что первая десятка, которую я вам представил, занимает 38% объема продаж в онлайне. Если вы внимательно смотрели доклад Михаила, то топ-10 в офлайн-ретейле, ну, точнее, вообще в ритейле, это 22%. То есть здесь консолидация даже выше, чем в традиционном ритейле. Итоги первого полугодия. Самые последние данные, эксклюзивно только для вас. Впервые показываю эти данные по объемам продаж ведущих ритейлеров нашей страны. Вы видите, в принципе, основную часть тех же компаний, но динамика у всех достаточно серьезная. Гораздо больше, чем 10% роста. Это на фоне того, что, я сказал в самом начале, стагнация рынка в целом наблюдается. И также мы видим продолжение консолидации. Уже 40% объема продаж приходится на эти 10 компаний. При этом на что хочу обратить внимание. Мы выделили специально цветом красным. Это тех ритейлеров, которых мы ассоциируем с, условно говоря, оффлайном, а о синим — тех, которых ассоциируем с онлайном. Обратите внимание, что половина десятки — это как бы не онлайн-игроки. Но они уже генерируют объем продаж такой, что они входят в топ-10. И, конечно, в этой связи очень интересно посмотреть, как же будут развивать свои омниканальные проекты ведущие ритейлеры нашей страны, которые не только в онлайне работают. Поэтому возвращаемся к нашему рейтингу Inflign Retail Rush Top 100, о котором рассказывал Михаил. И вот мы сделали следующее. Мы посмотрели, а кто же из наших ритейлеров, входящих в десятку, в сотню, прошу прощения, уже реализует продажи через интернет. И оказалось, что 76 компаний имеют свои интернет-магазины. А если посчитать еще и приложения, потому что некоторые компании проскочили через сайт и сразу запустили приложения для продаж, и службы доставок, то получается из топ-100 ведущих ритейлеров нашей страны 81 ритейлер уже продает в интернете. В чем не обошлось без в какой-то степени казусов. Обратите внимание, последняя строка — это аптечный ритейл. У нас 13 аптечных сетей входят в топ-100 российского ритейла. И 12 из них уже имеют возможности продавать через интернет. Только вы помните, что у нас продажа лекарств через интернет запрещена. Да, эти компании, конечно же, ни в коем случае не нарушают российское законодательство. Они работают по принципу click and collect, закажи и забери. Но вот насколько они хотят продавать через интернет, даже несмотря на то, что им запрещено, они все равно развивают свои интернет-проекты и активно, соответственно, их предлагают своим пользователям. Но, как вы понимаете, недостаточно просто запустить интернет-магазин, надо его продвигать, рекламировать. Об этом сегодня как раз мы будем активно говорить. И мы составили такой условный рейтинг популярности социальных сетей российских ритейлеров. Мы посчитали количество подписчиков, аккаунтов, официальных страниц в соцсетях наших топ-ста ритейлеров. И видите, такой интересный, на самом деле, рейтинг ВКонтакте на первом месте. Но Инстаграм достаточно серьезно догоняет по количеству подписчиков, соответственно, ВКонтакте. И весьма скромные результаты у Ютьюба, который еще несколько лет назад казался таким очень перспективным каналом взаимодействия в коммуникациях с потребителями. Все имеют свои какие-то аккаунты в соцсетях, я имею в виду все из топ-ста российского ритейла. И, конечно, активно-активно это продвигают. Но как это происходит? Тоже очень интересные результаты. Посмотрите, вот это подписчики аккаунтов YouTube. Первое место, как ни странно, занимает компания Остину, которой 137 тысяч подписчиков в YouTube их официального канала. Да, здесь я говорю, что мы осознанно исключили международных ритейлеров, которые работают на российском рынке, и сотовых операторов, которые не совсем ритейлеры, хотя, конечно, у них есть ритейл-проекты также, дабы цифры были сопоставимы. И вот компания Остин с отрывом почти в два раза от второго места вырвалась вперед, хотя, казалось бы, это не столь очевидно. Заметьте, из топ-десятки этого рейтинга, условного рейтинга, только один интернет-проект, это toy.ru, который занимает там какое-то почетное пятое место. Все остальные это, условно говоря, офлайн-ритейлеры. Здесь мы сотни не ограничивались, мы брали всю торговлю вместе взятую. Если мы посмотрим Инстаграм, я сказал, более популярный канал продвижения своих сетей, то здесь еще более интересная картина. Смотрите, первые места занимают у нас две парфюмерные сети, это Литуаль и Золотое яблоко. И если для Литуаль это место, в принципе, вполне оправданно, компания имеет 800 магазинов, представлено во всей стране, и 3 миллиона 100 тысяч, уже на самом деле 3 миллиона 200 тысяч подписчиков их Инстаграм-аккаунта вполне, видимо, оправданно. Но, допустим, сеть Золотое яблоко — это всего 10 магазинов, и далеко не все регионы России, это несколько крупных городов. И вот такие успехи компания реализует в продвижении своей продукции и своей компании в соцсети Инстаграм. Другие сети идут с таким существенным отрывом. Опять-таки обратите внимание, что онлайн-ритейлеры, первые, кто здесь есть в рейтинге, — это Озон, у которого чуть больше 800 тысяч подписчиков. Очевидно, здесь стоило бы ожидать Валберис, но у них всего 360 тысяч подписчиков. Это в два раза меньше, чем порог вхождения в эту десятку. Вот такой результат. Ну и в заключении продемонстрирую результаты посещаемости интернет-магазинов. Опять-таки синим выделены онлайн-игроки, красным выделены оффлайн-игроки. Вы видите, что в рейтинге уже очень много, опять-таки в кавычках, оффлайн-ритейлеров. Ну а для сравнения мы решили сопоставить это с количеством посетителей физических магазинов. Вот возвращаемся к нашему рейтингу Infiline Retail Rush Top 100. Первая десятка. Вы видите, что количество уникальных таких покупателей в месяц исчисляется десятками миллионов у многих сетей. И, конечно, они могут и в ближайшее время будут это делать, активно трансформировать, конвертировать вот этих посетителей, в том числе и свои онлайн-продажи. И фактически мы действительно имеем пример такого слияния вот этих двух форм торговли на одном рынке. И, конечно, наиболее таким, наверное, показательным примером является компания NVIDIA, которая в своем последнем отчете Александр Тенкован сказал следующее, что две трети покупателей в его магазинах привлекаются с помощью интернет. И поэтому они реализуют стратегию One Retail, которая будет абсолютно полностью стирать границы между онлайн и офлайн ритейлом, и уже дальше себя будут видеть как онлайн игрока. Конечно, в этой связи еще все не решено, и в том прогнозе, который мы даем, мы закладываем определенную долю консерватизма. Единственное, что мы понимаем, что динамики положительные в росте розничного товарооборота нет, но рост онлайна, очевидно, будет происходить дальше. К 2021 году до 10% розничного товарооборота, мы ожидаем, будет приходиться на интернет-торговлю. При этом одним из самых растущих сегментов интернет-торговли ожидаем будет продукты питания, товары повседневного спроса, потому что мы стоим на пороге того, что будет принято новое законодательство, разрешающее торговлю алкоголем через интернет. Буквально 12 сентября на заседании правительства на этой неделе должен быть рассмотрен этот законопроект, и если ограничения эти будут сняты, то это существенным образом опять-таки изменит нашу отрасль, и опять поставит в какой-то степени все с ног на голову, и придется соответствующим образом это учитывать в своей стратегии деятельности. Если говорить о ведущих игроках, то мы не сомневаемся в том, что будет происходить дальнейшая консолидация розничной торговли. К 2021 году до половины продаж в стране будет приходиться на сотню лидеров розничной торговли, и их стратегия, их деятельность во многом будет определять стратегию развития отрасли в целом. Вот что мы хотели вам рассказать. В заключение вернусь к нашему великому соотечественнику и к роману, который он написал, и к тем словам, которые в этом романе звучали. Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Все еще не решено, все еще впереди. Желаю вам побед в этом непростом соревновании за покупателя. Спасибо за внимание к нашим докладам.